Здравствуйте! В эфире программа новости экономики. С вами ее ведущая Елена Семеновичева. На приразломном месторождении добыт 10-миллионный баррель нефти. Добычу ведет компания «Газпромнефтшельф». По словам генерального директора Геннадия Любина, 10-миллионный баррель нефти – это важный рубеж, доказывающий, что добыча нефти на арктическом шельфе может быть безопасной и эффективной. Партия нефти с 10-миллионным баррелем стала 22-й с момента начала промышленной эксплуатации месторождения. В настоящее время приразломный является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти. Проект вступил в активную фазу в середине 2013 года. Нефть нового российского сорта получила название «Арктик-Ойл» и впервые была отгружена с приразломного в апреле 2014 года. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 миллионов тонн. Вывоз продукции с морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» обеспечивают два нефтеналивных танкера усиленного ледового класса с двойным корпусом «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов». Оба судна построены на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге специально для круглогодичной транспортировки нефти с платформы в арктических условиях и были спущены на воду в 2009 году. Компания «Лукойл Коми» – стопроцентное дочернее предприятие «Лукойл», работающее в Республике Коми и Ненецком округе, планирует в текущем году увеличить объем добычи нефти и газа на 2%. В абсолютных цифрах объем добычи составит 19,2 млн тонн условного топлива. Об этом сообщил вице-президент «Лукойла», генеральный директор «Лукойл Коми» Александр Лейфрид. Размеры инвестиций в производственные объекты «Лукойла» на территории Коми и НАУ составят в 2016 году 69 млрд рублей. В первую очередь инвестиции будут вложены в бурение. Это порядка 30 млрд рублей в Коми и Ненецком округе, а затем в программу утилизации попутного нефтяного газа сообщил вице-президент. Кроме того, в этом году будут запущены объекты «Лукойла» на восточном Ламбельшорском месторождении на севере Коми. В частности, к сентябрю будут введены в эксплуатацию установки по очистке и грануляции серы. В ноябре планируется завершить реконструкцию Усинского газоперерабатывающего завода. Из-за ухудшения конъюнктуры нефтяных цен в этом году существуют риски недополучения 4 млрд рублей доходов в бюджет Ненецкого округа от реализации Харьягинского СРП. Поступление от прибыльной нефти по СРП формирует почти треть доходов окружного бюджета. Тем не менее, подчеркнула Татьяна Лагвиненко, пока все идет в рамках плана. Все идет в рамках плана. Естественно, что доходы идут, поступление идет как положено. Мы получаем налог на имущество, мы получаем НДФЛ. В принципе, все, что запланировано, в соответствии, идет пока в графике. Но у нас выпадение по СРП. Харьягинское СРП, которым мы считаем, что порядка 4 млрд мы недополучим. Но эти расходы отнесены пока на вторую половину года. Поэтому сейчас мы очень экономно живем, очень жестко планируем. Живем четко в соответствии с заявленным кассовым планом. Считаем каждый день, каждую копейку. И минимизируем использование кредитных средств, поскольку это достаточно дорого. В целом, финансовая ситуация, в которой сегодня оказался регион, не настолько критична. Главное, что в округе нет долгов по зарплате, соцвыплатам и уплате налогов. Я хочу сказать, что даже в случае непоступления этих 4 млрд, и все остальное нам поступит. Поэтому здесь, естественно, что мы сейчас смотрим, что мы можем еще приостановить. Либо, может быть, что-то перенесется на следующие годы, когда будет более благоприятная ситуация. Сегодня Ненецкий округ готов к развитию по самым худшим сценариям. Для этого проводится планомерная работа по оптимизации расходов и поиску новых источников пополнения доходов части казны. В 2015 году в Ненецком округе наблюдался устойчивый рост промышленного производства. Достигнуты высокие показатели по объему инвестиций в основной капитал. Положительная динамика наблюдается и в строительстве жилых домов. Сохранилась динамика роста численности населения округа. Об этом заявила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. Стабильным на территории округа остается и финансово-экономическое состояние хозяйствующих субъектов. Индекс промышленного производства в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 7%. Положительную динамику сохраняет и добыча полезных ископаемых. Рост тоже зафиксирован на уровне 7%. Аналогично складывается ситуация с обрабатывающими производствами, где индекс производства составил практически 102%. По предварительным данным вырос и объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в действие жилья 35,5 тысяч квадратных метров общей площади или 542 квартиры. Это на 1,7% выше, чем в 2014 году. Говоря о бюджете, стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2016 года объем доходов консолидированного бюджета округа составил 18 млрд 470 млн рублей, объем расходов – более 20,5 млрд, дефицит бюджета – более 2 млрд рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении субсидий с субъектом федерации на реализацию региональных программ по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Субсидии в размере 200 млн рублей распределены между бюджетами 59 регионов. Ненецкому округу в 2016 году выделят более 109 тысяч рублей. Средства распределены по итогам реализации в 2015 году региональных программ переселения. В рамках государственной программы Ненецкого округа предполагается оказать содействие добровольному переселению в регион до 290 соотечественников, из которых 220 участники программы, 70 – члены их семей. В первую очередь речь идет о соотечественниках, проживающих на территории бывшего СССР. Основная цель программы – обеспечение потребностей округа в квалифицированных кадрах. Ее стоимость – более 5 млн рублей, включая субсидии из федерального бюджета. В начале февраля администрация Ненецкого округа утвердила новый порядок предоставления подъемных выплат участникам этой госпрограммы и членам их семей. Размер выплат составит 20 тысяч рублей на участника программы и 10 тысяч рублей на каждого члена его семьи, переселившегося в НАУ. К членам семьи относятся супруг, дети, родители с обеих сторон, родные братья и сестры с обеих сторон, их дети, а также бабушки, дедушки и внуки. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство акционерного общества «Скайинвест» о приобретении 100% акций компании «Нордавиа» региональной авиалинии. Это следует из материалов антимонопольного ведомства. Основной вид деятельности «Скайинвеста» – финансовое посредничество. В 2011 году компанию у аэрофлота купил «Норникель» за 7 миллионов долларов. Ее долги тогда составили 228 миллионов долларов. Сейчас в парке 9 самолетов Boeing 737-500. В 2015 году объем пассажирских перевозок «Нордавиа» сократился на 4%, до 727 тысяч человек. Таким образом, заняв 21 место в России. В январе авиакомпания привезла 50 120 человек и поднялась на 18 место. Это была программа «Новости экономики». Увидимся!